ДИДЖЕЙ 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 появилось поколение молодежи которые там 20 лет и она самого 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 раннего детства пропитывается вот этими ритмами и она сейчас именно выдает самую суть хотя мне кажется мои коллеги которые начинали играть лет 15 назад они могут сказать то же самое наверное и про то время но я все-таки думаю что сейчас у нас есть интернет мы можем изучать мы можем копаться мы можем быть вот на на самой волне мы можем следить за тем куда все это двигается вот и сейчас я думаю что признать а вот таинцам как-то как хаос до стиль ты когда его увидел как именно как танцор вот ты же наверное когда играл не было а именно специалистов которые именно за через танец пришел вообще джейнгу ну я не танцевал как вот здесь танцуют это красиво не умею но я приходил в клубы слушать музыку и слушать ее не ушами по большей части телом моё тело само реагировала и поэтому то есть я слушаю хаос по большей части телом вот через вибрации через басы когда твое тело под воздействием от этих вибраций оно само тебя в нужные стороны куда-то двигает и ты просто слушаешь тело свое ты не слушаешь даже пару ушами вот ну как-то так как-то так а теперь скажи про диджейнгу музыканты почему же стремятся вот новые длинные направления типа уходы в техно и так далее а постоянно происходит какая-то миграция то есть постоянно андеграунд выдает на гора какие-то новые телодвижения чтобы казаться оригинальным чтобы казаться необычным постоянно всегда есть люди которые пытаются находить какие-то новые звучания использовать старые инструменты каким-то новым методом поэтому ну я думаю что сейчас конечно очень важно аналоговость люди сейчас очень любят аналоговость то есть тот кто пишет звучание которое звучит очень аналогово они воспринимаются ну серьезными ну не знаю они как бы воспринимаются и думают что люди сейчас под ритей сорвался смысле кто-то звучит аналогово кто-то звучит как бы сыро грубо тот читается как бы на волне а тот кто звучит как бы минималистично и сухо ну уже не так воспринимается мы же все-таки люди мы живые мы аналоговые поэтому это аналоговое звучание оно всегда доставляет конечно удовольствие вот но я не знаю сейчас опять же дабстеп очень сильно повлиял на развитие хаоса появились такие артисты которые привносят вот то что было развито в дабстепе и в хип-попе в таком очень необычном они часто приносят хаос чикаго опять возвращается вот как это звучало 25 лет назад чикаго бочка бас и какие-то перкуссии это опять возвращается и сит хаос возвращается детройт уходит детройтское звучание такое грубое сырое это сейчас немножко отходит на второй план все наелись всем надоело всем хочется чего-то такого более не знаю четкого четкого в карте хаоса такой четкий так бочка а как вот например новые звуки создают для хаоса вот интересный сам процесс вот я не музыкант а вот много да есть же да много тоже в россии кто пишет а новых звуков невозможно создать ничего нового сейчас невозможно сделать это все как бы просто фильтр этот переработка того что было создано да да до этого так же как и хаос и хип-хоп родились из казалось бы это новые были стили но они тупо родились из диско-панка соула джаза из всего из этого вообще всегда хочется сказать что хаос и хип-хоп это брат и сестра ну или сестра и брат это не важно это родственники очень близкие ну например я могу сказать за питер потому что мы там активно или нашу тусовку там сейчас на волне такое именно дитротичное звучание с большим количеством перкуссии с глубокими такими падами вот диповыми такими такими очень романтическими и душевными вот это это сейчас как бы на самой волне но сейчас опять начинаете как я устал чикагское изучение и сид хаос врезать из-за бытия так вот из-за бытия для из следующей публики для нас как диджеев я этого никогда не забывал я всегда своем сердце играю и то и третье и пятое и семнадцатая а вот допустим ты когда-нибудь в питере играл на имя танцевальных хаос как вечеринки я их делаю именно не то что танцевание имею ввиду хаос как танец то что у нас у нас очень мало очень мне вот мы сейчас когда с друзьями сидели разговаривали что в питере очень много школ где учат хаос танцу но эти люди они как существуют в параллельном мире они не приходят на вечеринке они показывают это людям на смене танцором очень мало танцором на сам танцевать на многие танцоры они как бы вот куда там все-таки хаоса и как ну там рюкзаки и там и двух отсюда какая-то за такая аутентичность не везде и все места когда можно прийти и потанцевать я вот в москве я не знаю до места как здесь нам все тоже много я выбираю уже именно места потому что я знаю что если я приду там на хаос были где-то мне получится я вот здесь второй раз на этой вечеринке больше в конце лета там конце августа очень здорово ну у вас тут как бы нет битка такого то есть но люди танцуют и показывают какие-то необычные движения я всегда думал что люди так танцуют под хип-хоп получили под фанк например водить хаос хотя конечно куча и видео есть на ютюбе где хаос танцоры делают такие вещи и если бы хоть один из них был на танцполе у нас питере это было бы конечно а так мы все самоучки самоучки нету каких-то таких четких рамок не знаю красиво здорово там танец должен хаос как же хип-хоп три единства да там музыка танец что там еще забыл я сейчас уже уже пять утра и уже сложно вспоминать все вещи так же и хаос музыки танец это неотъемлющая часть если его нету то тогда это личинка не удалось пашка и команда знаешь из питера хаоса а у нас там есть девочки там ли там девочек но я знаю просто в основном очень это еще пока не радостно что мне разоры приходили именно в клубы чтобы потанцевать и не вообще вот допустим мир проходил же да да но очень классно он с питера кто-нибудь приезжал что там есть люди но они не ходят они не ходят на наши вечеринки я это точно знаю потому что музыка которая у нас играет это просто ну корни это история это будущее это настоящее как обычно всегда дело касается тусовки приходят люди обычно в клуб когда есть кому приходить знакомые друзья может быть просто мы не общаемся мы же мы просто с ними не общаемся может быть надо дружить и надо как-то это форсировать об этом заботиться мы может быть недостаточно этому сами уделяем внимание промоутера думаешь все есть резона в этом заботиться и сама 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 ничего не происходит ничего вы будете стремиться мы всегда стремимся и мы развиваемся мы не остановимся мышцы ссоры я сам люблю танцевать и без танца невозможно восприятие адекватные танцевальной музыки она просто ну как ты ее нельзя слушать просто так ушами и надо слушать телом и надо слушать танец это наша мы порой не можем выразить свои мысли словами мы можем выразить их танцам я как диджей могу выразить их своим каким-то диджейским подходом не всегда могу сказать людям то что я думаю я могу показать это очень важно это у нас мы раньше не умели разговаривать миллионы лет назад мы могли сделать зигзугу какую-то показать и на нас понимали эти не зулусы а зулусы и зулусы но в общем грубо говоря или австралийские аборигены они не разговаривали они танцевали для них это был язык универсальный они его понимали не надо это забывать а еще сколько смотри вот есть же какие-то легендарные хаоса именно музыканты конечно а больше приглашали к на вечеринке в питере конечно кто был вот у нас был и терренс паркер у нас были очень люди достаточно разные майк хакаби это один из лучших хаос музыкантов из детройта у нас был тайри купер это тот человек который придумал хип хаос собственно говоря из чикаго в середине 80 но я могу долго перечислять мы за последний год привезли около 20 артистов и многим из них уже близко к 60 годам потому что это те люди которые начинали хаос музыка его а мы привезем еще будущем еще больше потому что если мы если не мы то кто еще а я